Механика градиентных материалов, так будет называться новая лаборатория, которая в самое ближайшее время появится в МГТУ. Этот научно-производственный прорыв стал возможным благодаря победе научного коллектива университета в конкурсе на получение грантов правительства Российской Федерации. Масштабы гранта и планов с ним связанных оценил Игорь Гурьянов. Серьезные деньги требуют серьезного подхода и таких же соискателей. О престижности конкурса говорят цифры. Почти 400 ученых из 41 страны, 35 победителей, в число которых с четвертой попытки вошел наш ВУЗ, единственный, кстати, из Челябинской области. Мегагрант, как его называют, действительно впечатляет. Это 90 миллионов рублей на проведение научных исследований в течение трех лет. Не специалисту мало что скажет и название лаборатории, и суть изысканий. Обозначим их как высокие технологии. Ученые говорят, что прорывные. Результаты исследований, не существующих пока лабораторий, позволят вывести металлургию и машиностроение на качественный иной уровень. В рамках проекта, рассказали его участники, насостоявшись накануне конференции, будет создана не только лаборатория, но и экспериментальный прокатный стан. Он позволит заниматься поиском новых способов обработки металлов и созданию новых структур, придающих материалам уникальные свойства. Проект не только межрегиональный, но и международный, что также свидетельствует о престижности и знаковости происходящего. Со стороны МГТУ проект возглавляет профессор, доктор технических наук Александр Песин. У нас в следующем году будет построен стан асимметричной прокатки, который в общем-то лабораторный, который будет интересен, что практически такого именно нет стана. И мы станем очень интересны для различных университетов, для того, чтобы с нами сотрудничать. Вот сегодня, в общем-то, практически все профессора об этом многие и говорили. Профессора, о которых обмолвился Александр Моисеевич, высадились в МГТУ в эти дни настоящим десантом. Ведущие ученые крупных технических вузов, иностранные гости, все они приехали в магнитку не протокола ради, а конструктивного сотрудничества для. А сумма гранта, напомним, это 90 миллионов рублей, пойдет на строительство стана, создание лаборатории, участие научного коллектива в международных симпозиумах, зарплату участникам проекта. Добавим, неоценимую поддержку при участии в конкурсе техническому университету оказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВН